В Большом зале краевой администрации собрались главы всех районов, отраслевые министры и депутаты законодательного собрания. Как отметил губернатор, удалось достичь роста в основных отраслях – это промышленность, строительство и сельское хозяйство. А консолидированный бюджет края составил 250 миллиардов рублей. Оценку должны не мы здесь ставить с этой высокой трибуны, а жители края должны отмечать, что на самом деле. И есть этот рост у них в карманах, в зарплате, в улучшении качества жизни. Коллеги, мы все должны сделать, чтобы зарплата у жителей края была никак не меньше среднероссийской, а то и больше. Потому что мы экономически сильный регион, мы сытый регион, мы успешный регион. Это задача у всех. То есть средняя зарплата никак не ниже среднероссийской, а то и выше. По большому счету, тогда нет смысла говорить о каких-то рывках в экономике. Также одной из главных задач, по словам Вениамина Кондратьева, остается развитие промышленности. На Кубани достаточно ресурсов, чтобы создавать производство. Для этого необходимы привлекательные инвестиционные условия и правильно расставленные приоритеты. Сохранили площадки, слава богу, из-под бывших заводов. Тогда не отдайте их под строительный бизнес, опять, как у нас это модно и очень быстро и легко делается. Отдайте под то, что завтра будет давать экономический дивиденд нашему региону. Это, конечно, промышленные предприятия. И никто не говорит про тяжелую промышленность. Мы говорим про легкую, про перерабатывающую, про станкостроение мы говорим. Все это мы имели. И сегодня нам никто не мешает сегодня к этому вернуться. Помимо законотворческой, большое внимание уделялось контрольной деятельности. Комитету законодательного собрания проведено 28 проверок соблюдения и исполнения действующего законодательства. Итоги 17 из них были заслужены на сессиях. По ним приняты соответствующие постановления. Говорили и о модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В следующем году в Краснодарском крае должны обновить не менее 5% коммунальных сетей. Особое внимание уделят и системе здравоохранения. На новое медицинское оборудование выделят 1 миллиард рублей.